Я очень рада сегодня вас приветствовать в пресс-клубе. Это первый в новом сезоне «Медиаток». И он посвящен стандартам, соблюдению журналистских стандартов. Эта тема очень важна, я думаю, не только для медиа-сообщества, но и для нашей аудитории. И это одна из главных миссий пресс-клуба – поддержание профессиональных стандартов, потому что журналистские стандарты – это именно то, что делает журналистику журналистикой. И сегодня у нас необычный формат, потому что у нас не совсем обычный повод, не совсем обычная ситуация в стране, в медийном пространстве. И на самом деле мы не можем начинать этот сезон без того, чтобы не проговорить ситуацию, связанную с делом Белта. Сегодня мы не будем обсуждать ситуацию как ситуацию, как расследование. Мы не будем говорить о поводах, причинах и всем остальном. И более того, я бы хотела сказать, что мы, когда готовились к этому «Медиатоку», мы столкнулись с серьёзной проблемой, мы оказались ангажированными в эту ситуацию, и нам очень сложно говорить о ней нейтрально со стороны, говорить о ней нейтрально просто необходимо, потому что соблюдение журналистских стандартов касается всех нас. Что я имею в виду? Вы видели, вероятно, мнение команды пресс-клуба на нашем сайте, что касается дела Белта. И я сейчас так много говорю, просто чтобы, наверное, избежать в дальнейшем, сегодня этим вечером, обсуждения тем, которые уже были много раз обсуждаемы в нашем медийном пространстве, мы не будем сегодня говорить о нарушении подробно авторских прав, потому что мы все понимаем, что это недопустимо. Мы не будем сегодня обсуждать вопрос того, что происходит в медийном пространстве, что это нонсенс, и меры, принятые по отношению к журналистам, неадекватны нарушениям, которые имели место, вероятно быть. Расследование продолжается. Мы хотим просто сегодня говорить о стандартах и о том, к чему могут приводить нарушения этих стандартов. Тема непростая, тема сложная, и мы предлагаем ее начинать обсуждать. Чем больше мы будем говорить об этом, тем прозрачнее будет ситуация в медийном пространстве. Я предлагаю сегодня делиться опытом, обсуждать какие-то вещи напрямую. И я сразу хочу попросить прощения. Если мы будем отклоняться от темы нашего разговора, я буду вас прерывать. И так, из-за того, что мы оказались не способны, скажем так, говорить неангажировано совершенно, мы нашли выход. Мы обратились к нашему коллеге из Украины. Это руководитель Центра мониторинга и аналитики Украинской общественной организации «Детектор медиа» из Киева. Это Атар Довженко. И сегодня он будет, скажем так, моим соведущим, правда, в формате видеозаписи. Мы будем разбирать ситуацию поэтапно, по блокам. И все, кто сидят здесь сегодня в качестве спикеров, к сожалению, не все смогли прийти, имеют отношение к журналистике, это практике, это люди, у которых есть свое видение, свои практики использования стандартов. Интересно узнать, как у кого это устроено, и что вы рефлексируете по поводу того, что мы сегодня услышим. Я представлю вам тех, кто находится здесь. У нас сегодня два представителя «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, разделились все-таки, да? Антон Трофимович, Алексей Менчонок, это продюсер телеканала «Белсад», Павлюк Быковский, журналист, а также медиаэксперт. Меня зовут Алла Шарко, я представляю пресс-клуб, и это Вадим Можейко, культуролог, медиааналитик, а также, скажем так, амбассадор пресс-клуба. Мы, наверное, начнем. Я представлю сегодня еще вам нового члена нашей команды, Алексей Шунтов. Поднимись, пожалуйста. Алексей работает теперь в пресс-клубе, сегодня он будет помогать мне ввести этот медиаток. Алексей, я, наверное, попрошу тогда уже вывести на экран Атара Довженко. И хочу сразу сказать, что все, что вы сейчас увидите и услышите, было полной неожиданностью для нас, точно так же, как и для вас. Но мы решили не подвергать цензуре то, что мы получили, потому что это один из стандартов, в общем-то, и самых простых, наверное. Поэтому мы будем рефлексировать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Друзья из белорусского пресс-клуба попросили меня прокомментировать ситуацию вокруг нашумевшего уже не только в Беларуси, но и, в принципе, за ее границами. Дело Белта. Я прочитал много, наверное, около 20 публикаций. И, честно говоря, после прочтения этих публикаций в разных белорусских медиа и оппозиционных, и вроде как независимых, и вроде как контролируемых властью, у меня осталось много открытых вопросов. Это, на самом деле, тревожный звоночек, потому что получается, что нет какого-то медиа, которое бы могло объяснить, что происходит, что было на самом деле. Есть только медиа, которые поддерживают тех или других, которые критикуют журналистов за то, что они использовали доступ к информационному агентству, не заплатив за него, которые защищают журналистов. Но нет тех, кто мог бы сбалансированно осветить эту ситуацию и объяснить, что на самом деле к чему, что на самом деле произошло. Ну, мне пришлось задавать вопросы коллегам, чтобы разобраться окончательно. Первое, что я хочу сказать, это как бы самое главное, самое общее место. Люди, которые использовали контент, эксклюзивный контент информационного агентства и за него не платили, поступали неправильно. То есть, так делать нельзя. Я думаю, что это не должно обсуждаться. И я бы на их месте начал как бы свою защиту, свою линию обороны с признания того, что да, мы это делали. А говорка идея не про порушение аутарских правов, по гэтым это криминальный кодекс, а не господаршая справа, это совсем иншая речь. И говорка идея по артыкуле, який ранее у всех вспоминали як хакерский артыкул. Зараз уже, конечно, есть ломачение, что это не только хакерский артыкул, там еще есть позиция правооховных органов, чому это все отыщится до журналистов, але это иншая история. И тому, коли сказать про то, что журналисты, які мели так цей наш доступ до подписной ленты, стушки, белты, выкрыстовляют эту информацию, не все выкрыстовывают. И больше за то есть еще пытание, як выкрыстовывали их, и так далее, и так далее. Таму тут ситуация оказывается больше складанная. А вот, а коли уже сказать про то, что зауважил Атар, то мы не ведаем, які меды он аглядал, тут это напевно складанно сказать. И хучай за все, коли сачить за ситуацией по белорусских медах, то будь одна ситуация, коли сачить за ситуацией по медах, які писали для замежной аудитории, будь іншая ситуация. Я, як сапкор дойчевеля, могу сказать, что, коли я пишу для замежной аудитории, я тлумачу шмат, які речи, больш просто, и ведучи, что человек, моя аудитория, не буде знаходиться в контексте. Коли сказать про белорусские меды, я не тлумачать аудиторию, якая знаходиться в контексте. И тому махчима вот такая ситуация, что, саправды, есть меды, які махчима, не дают полные и зрозумелые картины для аудитории за межой, где знаходился. А у меня питание до вас, Павлюк, тады, ала верды. Кали, вы кажете про то, что белорусская аудитория больше в контексте. Это с вашего пункту гряджения? Ну, с пункту гряджения торы журналістыки, есть аудитория, якая сочыць за темы, и она ведает тему с разных боков, и есть аудитория, якая выпадковым чином с этой темы сутыкается. И вот мы, каль казаць про сапкору, то мы, звычайно, пишем, каль мы пишем для замежной аудитории, мы мусим так-то иначе доводить до того, что вот это добрые хлопцы, это кепские хлопцы, хотя такое спрашчэнне, конечно, вельми далека доходзіць от стандарта такой нормальной журналістыки, але мы мусим пазначыць паўная речі. Ну, напрыклад, калі мы рассказываем пра падзею Беларусі, мы мусим рассказаць нават часам, дзе знаходецца Беларусь, і хто керуе Беларусью. Тому гэта адзін падыход. А другая реч, калі аудитория ведая, ў якой країні она живе, і ведая, што было да таго і пасля таго, і тут ўзнікае пытання, наколькі падрабязны, наколькі нишевым это з'являецца выдання. Калі это выдання пише пра экономіку, то там, напрыклад, мне шмат гадоў, калі я працывал в беларускам рэнкі, не даводзілася тлумачыць шмат які речі, які тышыцца скарчэння ў назвы падатка ў ці неякіх іншых экономічных термінах. Это было нармальна. Аля тое самая трэба було тлумачыць ў масавых выданнях, напрыклад, у той самая народны волі, трэба було расшифровывать, што такое валавы внутрэнны продукты, гэтак далей. Тобак ёсць розна аудитория, рознае видання і рознае падаходы. Я хотіла... Да, сейчас одну минути. Я бы хотіла сейчас сказати, що то, що Павлюк сейчас нам рассказывал, це можна причислить к стандарту доступности. Доступності інформацій для аудиторії. Я предлагаю сьогодні все примеры ну, якім-то образам смотреть через призму стандартов, под котре ми можемо их подводити. Да, одно маленькое замечание по поводу той статьи Уголовного кодекса, которая обвиняет журналистов, что они сделали. На самом деле, если уж формально подходить, то она звучит несанкционированный доступ к компьютерной информации, та-да-да-да-да-да, из корыстной или иной личной заинтересованности. То есть, на самом деле, если быть объективным, то это полностью попадает под то, что сделали наши коллеги, нарушили систему безопасности, ввели чужой пароль, получили доступ несанкционированной к системе и в каких-то там личных либо корыстных интересах использовали. Мне кажется, что нужно согласиться с Сатаром. Формально есть статья Уголовного кодекса, она нарушена, и если уж исходить с какой-то защиты, не вдаваясь в контекст, то нарушение формальное есть. Вопрос только в тяжести этого нарушения, не тяжести, как это обществом оценивается. Людмила Чикина. Людмила Чикина, Тутбай. Я хочу поспорить с предыдущим оратором, потому что как раз нарушением, наверное, одного из самых серьезных стандартов презумпции невиновности имеет место говорить о том, что есть тот или иной состав преступления в сложном составе, когда еще даже не предъявлены обвинения, не говоря уже о том, что нет приговора суда. Там есть очень много вопросов по квалификации. К сожалению, из названия статьи говорить о том, что есть состав, вообще невозможно. Если мы процитируем фабулу этой статьи, там все гораздо сложнее. И нет даже единого мнения среди экспертов, практиков, и разные толкования даются в различных комментариях к Уголовному кодексу, является ли правомерно полученных учетных данных, пусть и не актуальных на данный момент, нарушением системы защиты. Это очень спорное утверждение, не говоря уже про остальные части состава, такие как существенный вред, личная заинтересованность, тем более корыстная заинтересованность. Я могу ответственно сейчас говорить. Ну, хорошо, еще пока не до конца мы провели мониторинг, но большую часть тех материалов, которые мы публиковали, мы уже промониторили. Пока на текущий момент мы не нашли ни одного случая, когда информация Белта была размещена на Тутбай до того, как она появилась в открытом доступе. Напомню, для тех, кто может быть не в курсе, кто не работает с этими материалами, правила использования материалов Белта разрешают любому медиа использовать эти материалы после того, как они появились в открытом доступе со ссылкой на Белта. Вот, поэтому говорить о заинтересованности наверное, тоже нельзя. Ну и основное замечание, то, что нельзя делать выводы о виновности, о наличии состава правонарушения до того момента, пока не завершено следствие и не вынесен какой-то приговор. Большое спасибо за реплику. Я прошу в микрофон. Ну, тогда нам эту тему вообще некорректно сейчас обсуждать, потому что здесь находятся люди, которые под следствием, и это может навредить им. и я просто исхожу из какого-то формального взгляда, если уж там рассматривать журналистскую работу, что нельзя сразу говорить, что журналисты невиновны, сомнения в том, что они невиновны, у меня есть, если уж на то пошло, просто читая эту статью. А дальше углубляться, я думаю, это некорректно, потому что, как минимум несколько человек под этой статьей. Давайте мы сегодня все-таки не будем обсуждать подробности. Я думаю, что все впереди будет. Мы еще узнаем, чем эта ситуация разрешится. Мы здесь живем, и нам об этом, наверное, станет известно. Но я предлагаю продолжить тогда с учетом сказанных реплик, спасибо большое присутствующим, делать скидку на то, что Атар Довженко из Украины. Он не только нас сейчас не слышал, он рассматривал эту ситуацию таким образом, как эта картина складывается, исходя из тех публикаций, которые он сумел промониторить, которые есть в открытом доступе. Отмечу, что детектор медиа работает 6 лет в медиамониторинге. У них достаточно большой опыт, и каким-то выводом, возможно, мы можем не согласиться, зная наш контекст, однако какие-то вещи, я думаю, достаточно полезные для себя мы сегодня все-таки определим и отрефлексируем и обозначим. Большой это грех или нет? По моему мнению, это грех довольно небольшой, довольно скромный. То есть он не заслуживает ни расстрела, ни заключения на несколько лет. Естественно, если люди пользуются собственностью других и за это они не платят без разрешения, это должно каким-то образом наказываться. Есть ли такая практика в Украине? Да, есть. Я слышал об этом много раз. Многие мои знакомые журналисты пользуются паролями, взятыми у коллег, чтобы не платить за подписку на Интерфакс, Униан, там, Украинформ, Украинские новости, все это информационные агентства, подписка которых, насколько я себе представляю, стоит больше, чем Белта. Вот. Но, по-моему, все-таки люди понимают, что это довольно опасно. каких-то дел громких по поводу того, что кто-то это делает в истории Украины не было, но, скажем так, я никогда, ни я, ни мои коллеги в тех медиах, где я работал, никогда этим не пользовались, именно потому, что мы понимаем, что выгода от этого не соразмерна с опасностью при раскрытии, если тебя поймают, условно говоря. Кроме того, по моему мнению, люди, которые в тех условиях, в которых сейчас находится журналистика в Беларуси, создали такой повод себя попритеснять, такую легальную зацепку, чтобы начать прессовать журналистов, вели себя очень неосмотрительно. Мы остановимся на этом месте, чтобы передохнуть, осмыслить ситуацию, что подобное, в общем, происходит не только в Беларуси, но этот случай привлекает внимание. Есть реплика Кстати, обратите внимание, что, видимо, Атар не понял, что эти же новости были в бесплатном доступе. Но вот тут тоже интересно, ведь он опытный чтец, профессиональный, и он промониторил множество источников, белорусских источников. Для меня это означает, что, наверное, мы все-таки как-то не так писали, раз он не словил эту простую мысль. Мы сейчас дальше будем рассматривать. Там много детей, которые кричат, и да, мы пытались его вывести вживую, но это было сложно. Мы сейчас продолжим следующий блок будет о том, как освещалась ситуация в медиа. Что он увидел? Теперь об освещении всего этого. В первую очередь, конечно, изумляет то, что провластные государственные и медиа сторонники власти пишут об этом с позиции абсолютной уверенности, что все было именно так. При этом у них есть только версия обвинения, да, версию защиты, версию журналистов они не учитывают, они просто как бы прямым текстом утверждают крали, 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 тырили и так далее. С другой стороны, точно так же удивляет, что медиа независимые, которые поддерживают тех, кто пострадал в этой истории, я имею ввиду журналистов, которых задержали, тоже не сильно разбираются, что произошло, а делают упор на вот эти драконовские меры, на чрезмерное наказание. Это важно, да, но формулировать это нужно как бы все-таки в логической последовательности. Люди нарушили закон, к ним пришли, их непропорционально прессуют, непропорционально прессовать нельзя никого, в том числе правонарушителей. А когда эта логическая цепочка начинается с людей непропорционально прессуют, а причина вроде как за кадром или причина описывается как смехотворная, ой, что-то где-то пользуются, кому нужна эта белта и так далее. Это в общем-то настраивает аудиторию против них, то есть это уменьшает доверие аудитории к ним, потому что аудитории в первую очередь нужно знать, что произошло. Реплику можно? Ну вот мы со скидкой на то, что мы уже оговорили, что человек не совсем в контексте. Мы столкнулись с тем, что Атар так само сходит без принципа презумпции невиноватости. То есть он уже стверждает, что порушен закон, при том, что саправдаешься нема вылучшенных никому обвинувачений у порушения закона. То мы зараз не можем так само поделять и не поделять вот такое меркование, когда нам сходить, на мой погляд, с этичных меркований, и не тому, что я фигурант в этой справе, а в уголе, то мы можем сказать, что есть подозрение у тем, что порушили закон, пока что не предъявлен обвинувачения. Вот это была бы корректная формулировка. Я так прокомментирую, потому что общались с Сатаром, его видение здесь такое. Он понял из того, что прочитал в медиа, что журналисты признали, что не имели пароль и не платили за этот доступ. И он именно этот факт сейчас комментирует. Он не факт виновности с точки зрения закона, с точки зрения того, что журналисты пользовались паролем к платному доступу, за который не платили. Вот этот факт нарушения. Когда мы говорим про этичные стандарты, то нам не настолько важно правильное толкование того, что думает Атар. Нам важно то, что есть. И важно то, что Атар так само может помыляться. Я соглашусь с тем, что говорит Павлюк, и не потому, что мы являемся фигурантами этого дела тоже. Я как человек, который проработал долгое время юристом в медиа, всегда учила по другим уголовным делам писать ровно в соответствии со стадией предварительного расследования следствия или суда. То есть если человек задержан, мы пишем задержан, предъявлены обвинения в том, том, том. Если пишут задержан за взятку, я всегда ругаюсь, говорю, вы, ребята, нарушаете те же самые стандарты, презумпцию невиновности нарушаете. То есть когда медиа освещали эту ситуацию, они писали, я все-таки считаю, достаточно корректно. Проходят обыски, задержаны такие-то, предъявлены обвинения в том-то, том-то, том-то. То есть все верно. При этом такие-то сами комментарии не дают или дают определенные и они имеют на этом право, потому что даже адвокат без согласия непосредственно фигуранта дела, обвиняемого или подозреваемого не имеет права признавать вину, тем более это не имеет права делать медиа или наниматель. У нас только в нашей организации 8 человек в статусе подозреваемых. У всех очень разная ситуация, просто очень кардинально разная. у каждого свой адвокат, у каждого своя тактика защиты. То есть говорить о том, что сейчас генеральный директор Тутбай выступит и признает за кого-то вину, это не знаю, как с точки зрения журналистики, но с точки зрения уголовного процесса это совершенно неправильно. Я бы очень хотел добавить, мне кажется, тут есть интересный элемент, который и выступление Атары не затронут, и, наверное, в целом нам всем над ним еще стоит подумать. В целом было бы интересно проанализировать те случаи, когда медиа сталкиваются, во-первых, со случаями давления на журналистов, и, во-вторых, со случаями давления на собственных журналистов, потому что, да, безусловно, в целом пока это такая чистая гипотеза, но, исходя их в том числе какого-то моего опыта столкновения с такими ситуациями, да, безусловно, когда медиа пишет о задержании просто человека N, и когда медиа пишет о задержании его собственного сотрудника или коллеги из другого медиа, да, безусловно, к принципу какой-то объективности и нейтральности добавляется принцип и некогда противной солидарности, здоровой совершенно, и скорее было бы странно, если бы медиа писала совершенно нейтрально, ну кого задержали, мы не знаем, может виноват, может нет. Поэтому есть такое подозрение, что даже самые примеры мировых медиа в целом в такой ситуации эта шкала нейтральности будет несколько сдвигаться, и, конечно, можно их уж совсем глубоко копать, можно посмотреть, насколько глубоко она сдвигалась здесь в белорусских медиа, и насколько глубоко сдвигается в медиа в целом мировых, но, безусловно, здесь какую-то скидку я бы все-таки делал. Хотя это вопрос, конечно, дискуссионный, и вот этого анализа, который по-хорошему, наверное, был бы интересен и нужен. Я удачи на выпадку по этой справе не прохожу, паролями белты николи не корыстался, я в голову не приходила как-то. Я выкажу пару думок на код того, что сказал Атар, но я все-таки не сгодна с его поглядом, что, мовляв, все перегибали палку, никто не поведомляв объективную информацию, так, я сгодна, часом, скажем так, державные и недержавные СМИ перегинаются, правда, в минавитах свой бок, але мне здаецца, что в дадзенном выпадку, как раз, ну, все было крышечку не так. Скажем, недержавные СМИ, по-перше, поведомляли, як бы, прадмет, что прадьявляется, а минавита не санкционованный доступ, про это говорилось. При этом, ну, може быть, недостатково, як бы, что называется, недостатковой жарстью, как это, скажем, Раби Атар, вот, говорили про тое, что это, в принципе, кепско. Коли это имело место, коли соправды нехто скористался паролем белта, и тут, значит, потрапил, то это кепско. Про это, в принципе, все писали. Писали-то и люди, яких в этом обвиновачивали, что они это зарабили. И в этом сенсе, як бы, ну, вот это, як бы, принциповое одмовление, як бы, от того, что так, в принципе, робить не варто, его не было, его не робил никто. Так, потом приводилися, як бы, аргументы про тое, что и лента белта такая, какая она есть, и тое, что эти пароли ходили по Менску лезни на кожном слупе, и прочее, и прочее, и прочее. Але, як бы, все-таки факт, як бы, никто не адмавлял. Да, это, як бы, коли это было, это нехорошо. И в этом сенсе я, як бы, вот такой полной симметрии, як бы, не бачу, чтобы один бог казал, что, так сказать, это там геройство, а другие казал, что это крадёшь. Это один момент. Другий момент, мне сдаётся, что в дадзенном выпадку, як бы, позиция, скажем так, уладного бога, журналистов, уладного бога, при нам си спадарыни Акулович, при нам си спадара Крята, но она просто неправдивая. Это не у тем справа, что, яны так думаю, чу, их такое, як бы, меркаванье. Як бы, крадежа не было. Вот крадежа не было. И его не было, як бы, из тых аргументов, вот, які приводзела с падарыня Чикина, в тем сенсе, что, як бы, кто у кого что скрал. Вот давайте себе уявим, як бы, вот, фактичную ситуацию. Скажем, у 17.00, вот сегодняшнего дня, цикакого-то дня, да, некий журналист, як бы, які не имеў права корыстацца паролем, да, он им корыстаецца, он корыстаецца паролем, и он видит информацию на платной ленте Белта. Он её берёт. И в 17.00-16 ставит на свой сайт с посылкой на Белту. В 17.00-15 эта информация встала на открытую ленту Белта. На открытую ленту Белта. Умовно, короче, про схвели, но он заявляется, не ведаю. На Белопане, на Тутбае, кто у кого что скрал. Приоритет у Белта, якая разница, так бы, мовить, информация у Тутбае Белта з'явилася у 17.00-16, з'явилася у 17.31, якую они бы могли прочитать в 17.00-15 уже на открытой ленте. И, як бы, про спятнадцать хвели, ну, можно кажучи, поста. Якая розница? В журналистском свете мае значение приоритет. Белта мае приоритет на свой материал. И она его, она его захавала. Тое, что про схвели, ну, пасля таго, як яны первыми выкинули свой материал, як бы, приоритет все ровно застается их. В журналистском свете, хто други, хто десятых, хто соты, немае значение. Что други, что соты, так сказать, ты про сгодину поставив, ти про схвели, ну, неважно, ты первый. Белта первая. И, так сказать, тое, што яны выдавали на своей платной ленте, як бы, ніхто гэта у них. Як бы, ніхто их приоритет не перебіваў. И в этом сэнсе хто, што украв. Дзякуй, Віалеке. Я пропоную поглядеть вдалей. Люди, которые осуждают журналистов, улечённых в использовании этих материалов, они переходят грань приличия в своей, скажем так, в нарушении журналистских стандартов, не только в плане того, что они обвиняют бездоказательно и так далее, но и в плане такой махровой советской риторики. Вот материал издания «Беларусь сегодня», «Дело Белта» и «Правила заимствования контента». Здесь уже из вреза начинаются оценки, которые, как бы, свидетельствуют о том, что автор не допускает наличия другого мнения, то есть он сложил своё мнение и пытаются навязать его читателям, в том числе с помощью таких высказываний, как там «по понятиям», так называемые независимые журналисты. Брать чужой контент и сливать информацию для многих из них никогда не считалось зазорным. Общая среда, безнаказанность и крайне размытое понимание журналистской этики. При этом, на самом деле, в этом тексте не называется, по-моему, ни один журналист, то есть это как бы предложение читателям самим понять, о ком идёт речь, а на самом деле это действует немножко не так. Читатели просто экстраполируют то, что они прочитали в этом тексте, на всех остальных. Страшная, такая серьёзная вещь, которую я увидел в этом тексте, содержится вот в этом абзаце. Манипулирование общественным мнением происходит в том числе через прямое искажение официальных источников информации. Например, с помощью заголовка меняется характер и манера подачи, смещается акцент, а далее используется исходный текст Белта со ссылкой на первоисточник. Таким образом, событию приписывается ложная официальная оценка, которую журналист сам придумал для остроты. Ну, на самом деле, это свидетельствует о непонимании в принципе журналистских стандартов. Заголовок формулируется журналистом, сотрудником издания, исходя из того, что именно из фактов он хочет донести. В заголовке не может быть оценок, если это информация, если это новость. Да? Очень часто люди, которые пишут новость в информационном агентстве, люди, которые используют её в медиа, по-разному видят, что главное в новости. А в заголовке должно быть то, что главное в новости. Я не знаю, требует ли белорусское информационное агентство воспроизводить свои новости без изменений с тем же заголовком и так далее, но если требует, это пещерно, это дико. Потому что медиа имеет право по-своему формулировать, в чём именно новость. Интерпретировать и перекручивать не имеют права. Конечно. Да? И то, что написано дальше, как минимум имеет смысл обязать реципиентов информации осуществлять републикацию в неизменном виде, без внесения каких-либо существенных правок, касающихся, в первую очередь, заголовка статьи. Ну, мне кажется, что такого не было даже в Советском Союзе. Потому что государственные агентства предоставляли информацию, но журналисты всё-таки были вольны по-своему объяснять эти факты или доносить до своей аудитории эти факты в том виде, в котором они считают нужным. Лишать их этого права – это, конечно, безумие. Мне кажется, когда мы сейчас про это говорим, мы немножко попадаем в такую ловушку, потому что, безусловно, с такой морально-этической точки зрения, понятно, что мы солидаризируемся здесь с фигурантами дела Белта, а не с Белта. И из-за этого, конечно, хочется огульно сказать, что Белта 100% ни в чём не права и никак иначе. Но здесь по поводу заголовков, мне кажется, вопрос шире, чем конкретное дело Белта. И шире того, насколько действительно понятно, что, действительно, Натар говорит о том, что когда мы говорим о государствах и формах агентствах, тут есть своя специфика их работы и того, как они получают доступ к информации и почему их заголовки должны меняться. Но здесь, конечно, вопрос того, когда в целом перепубликуется текст полностью без изменений, и, естественно, со ссылкой на источник, но под другим заголовком. И, ну, например, как это делает наша любимая хартия, когда берёт твой текст с твоим именем и под заголовком там борьба с кровавым диктатором какая-нибудь. И ты оказываешься, вроде как текст твой взяли, вроде как имя твое стоит, но при этом, конечно, такой изменённый заголовок, или когда тебе в тело текста поменяли палату представителей на палатку, ты оказываешься в такой ситуации, когда ты немножко этого заложник. И понятно, что, да, предложение Белл-то действительно абсурдное, потому что, ну, не будет никто их переопубликовывать, будут там брать частично и всё. Это будет легко обойти. Но в целом этот вопрос замены заголовков, он ведь, наверное, может быть не такой простой, как кажется в рамках только одного этого дела. Спасибо за реплику. Есть комментарии ещё у Лидии? Я, наверное, тоже прокомментирую. Для меня, как юриста, в общем-то, тут вопрос авторского права, наверное. Если материал является объектом авторского права, а тут ещё тоже как бы есть о чём поговорить, потому что информация как таковая не является объектом авторского права, авторский какой-то материал, да, является. Но не будем вдаваться в эти дебри. Правообладатель, несомненно, имеет право определять условия использования. В том числе он может определить, что заголовок менять нельзя, или заголовок менять можно, но по согласованию, например, или заголовок менять можно, но не вносить туда какие-то существенные изменения, которые искажают смысл, или, в принципе, можно менять заголовок, это определяет правообладатель. По-моему, достаточно просто, исключая то, что информационные агентства, как правило, всё-таки работают не с авторскими материалами, а с информацией. Я вот хотел, как раз, у гэтым ключей выказаться, ещё, окромя просто передруковки материалов, ёсь же и цитаванне, и цитаванне, обумовленном этой цитаванне, и тады мы кажем про объём цитаванне, калі мы ведаем, што мы цитуем, то ці правільно мы спасылаемся, и у даззену выпадку, калі мы цитуем, то натурально в материалі будзе іншы заголовок. І тут узнікае іншыя пытання, калі брать конкретную пабликацію, якую мы обмерковываем пабликацію крята, то там гаворка ішла про то, што беруть информацию, па-своему интерпретуюць, па-своему интерпретуюць цитаты з выказыванням, допустим, керувніка державы, там ці кагось ці ашше, маня падаєцца, што тут узнікае пытання, ў вогалі просто ті мая права журналіст интерпретаваць падзей і звертацца до кагось ці па коментары. А вось пытання ці привязывацца да заголовка, якій был у Белта, ці у поведамленні пресс-службы президента, ці іншыя організація, то тут ўже іншыя пытання. І калі мы наумысно, ці не наумысно змешанні, гэтае паняцці, то мы можам увесьць узман аудытору, яка думає, што все гэтае парушэнні. Мештым, это рознае діяні, і яным, ніякі з їх, мож быть, ёсць парушэнні, прыкланна тоя, пра што казал Вадім, але цалкам тут ёсць шмат працы і доволі складана, навад, калі ніякая комісія па этэцца, неважная Беларускай ассоціація журналістів, ці Беларуского саюзу журналістів будзе варашаць, і не будуть спаршаць па шмат яких пунктах, бо не все махчыма прописати ў законі, не все махчыма оцініць некіми докладными формулами. Тому мерковання коллег, мерковання цехавої супольності має великое значэння, на кон таго, яка є реальна практика. У нас в зале, кстати, присутствует руководитель комісії по етики БАШ Сергей Ваганов. Сергей, если у вас будут какие-то реплики, я прошу поднимать руку. Да, я только, если можно, кратко, потому что, не договорил важный момент о своей реплике. Вот мне как раз сейчас открыт вчерашний материал пресс-служба президента, который озаглавлен таким прекрасным образом, как «Принятие кадровых решений». Три слова. Безусловно, до тех пор, пока официальные источники будут выдавать информацию вот под такими заголовками, наивно верить, что пресса может их использовать, не изменяя. Ну и то, что было сказано, что информация не является объектом авторского права. Нет, безусловно. То, что я имел в виду, когда я говорил, что если примем закон, запрещающий менять заголовки Белты, ну, будем цитировать материалы Белты частично, это все равно будет обходиться, понятно. Ну, отошли мы, наконец, от дела Белты. Еще нет. Что касается вот заголовков, как относиться к информации сегодня в интернете. Ну, у меня есть классический пример. Не буду называть, где это было все сказано. Ну, например, я наткнулся на заголовок на одном из, значит, сайтов. Медведев назвал Лукашенко идиотом. Думаю, где же он это так сделал? Назвал идиотом, публично. Оказывается, Медведев назвал идиотами тех, кто не умеет пользоваться и не пользуется интернетом. Наши коллеги, значит, они решили, что таким образом он назвал. Это естественная манипуляция, вот, которая требует осуждения со всех точек зрения, как мне кажется. Ну, с моральной, конечно, прежде всего, и профессиональной моральной. Я не совсем согласен с Юрой в отношении того, что произошло в этом случае. Приоритет, да, приоритет сохраняется, ссылки есть, и тем не менее. Я говорю о моральной пока стороне. Белта, ведь я не думаю, что там есть подписчики и платят физические лица. В основном это организации, которые перекладывают деньги из одного государственного кармана в другой государственного кармана. То есть в этом случае, с моральной точки зрения, слово «тырец» как-то не очень подходит. Что касается того пользования этим контентом, за который надо платить, ну, я думаю, что платить надо. Тут ничего не скажешь. Вот. И, конечно же, какое-то, даже при сохранении приоритета, даже если это за минуту до того, как выставлено так называемому открытом доступе, все равно это с моральной, вот как я считаю, точки зрения, ну, и с профессиональной этики нехорошо. спасибо. Дело же не в том, что после, после, да, если билта разрешат. нет, я же не говорю, что мелое место конкретно, я говорю в принципе. В принципе. Мы же не обсуждаем, мы же не обсуждаем эту ситуацию. Тут есть достаточно важный момент, бо прокрадёшь, зноу-таки, справа не идя, справа идя, про доступ, да. И вот это уже одна частка доступ, и он был, цей не был, доказан, не доказан, обвинуватели, не обвинуватели. Мы сейчас опять отклоняемся от темы. Да, 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 я удоклоняю, покольки дискуссия пошла у гэтым баку и пошли разбирать. Тут есть инший складник, разбираются эти были некие мотивы и гэтак далей. И тут уже, зноу-таки, вельми розная ситуация у розных фигурантов гэтой справы, и покольки, ну, мы все дали подписку от неразголошенню, мы не можем конкретно гэты ничого обмерковать, але я могу сказать докладно, что во всех розная ситуация, и во всех возникает ситуация, что калиб не было у артыкуля Криминального кодекса и иншая сказана, то большинство фигурантов гэтой справы у вогуля не могли бы там присутничать. Павлюк, я не оценюю всю гэту ситуацию, я просто трошки перечу тому, что сказал Юра. Какому именно тезису не могу говорить? Не надо так, как речет, я боюсь. Тезису такому, что кали информация з'явилась, была в закрытом режиме, так? Прасхвилино появилась в этом праспятнадцать в открытом доступе, то кали в открытом доступе это не аморально. я ж не ведаю як было, я ведаю гэту информацию только с того, что друковалося на сайтах и так далее. и кали цитата стырить, там тырем, 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 я схожу с это. Я пропоную не продолжать эту же линию, а поглядеть с репликами, а поглядеть сдалей то, что анализуя АТАР и протягивать. Кроме того, конечно, здесь видно разделение на своих и чужих. Насколько допустимо поставлять эксклюзивную информацию оппозиционным сайтам, которые впоследствии используют ее против государства, искажая исходный материал. То есть есть правильные провластные сайты, которые публикуют информацию от власти в неизменном виде. Даже если власть врет, даже если власть сама смещает акценты, что она очень часто делает, для того, чтобы какая-то неприглядная информация выглядела более симпатично. И есть журналисты недобросовестные, которые берут эти факты и по-своему их упаковывают для того, чтобы объяснить своей аудитории суть новости. Я себе так это деконструирую. Конечно, может быть, что эти журналисты действительно что-то перекручивают. Но здесь, опять же, в этом тексте Беларусь сегодня нет примеров. И это тоже очень важно, что в таких текстах, если такая критика предметна, должны быть конкретные примеры. Речь идет о таком-таком-таком журналисте, который взял такие-такие-такие-такие-то достоверные правдивые факты и их перекрутил. Ну, такое может быть, действительно, такое бывает. Но здесь ничего подобного нет, поэтому это можно прочесть так, что все оппозиционные журналисты перевирают все. да? Вот. Я не буду дальше разбирать этот текст, но, конечно, еще одна претензия к нему это то, что здесь упоминается тут-бай и не дано слово никому из этого портала и люди, о которых идет речь, естественно, имеют право на высказывание по этому поводу. Окей, можно сказать, что это аналитический материал публицистический, что здесь не нужно давать им слово и так далее. Но в любом случае, даже в публицистическом материале для понимания сути критики читателям нужно дать объяснение позиции тех людей, которых мы критикуем. А иначе, получается, не читал, но осуждаем. То есть, они сразу говорят, что эти люди что-то плохое делают, мы это все очень плохо, мы это осуждаем, это все всем абсолютно понятно. Чтобы понять позицию тут-бай, в этом случае нужно идти туда и искать ее там. О чем мы сейчас слушаем, это баланс мнений, в том числе. Это стандарт журналистский, очень простой, когда соблюдается баланс высказывающихся сторон. И я хотела бы взять комментарий у Алексея Минченко. Я знаю, что вам достаточно сложно приходится соблюдать этот стандарт, как у вас обстоят дела, как вы пытаетесь соблюдать баланс мнений в ваших материалах? Ну, по-перше, это сопроводилось очень складано, потому что когда ты работаешь на белсате, то шансы отримать официйный комментарий от чиновника не близкие до нуля. Есть способы обойти всю эту ситуацию, например, неким чином просажиться на некую пресс-конференцию у делов некого чиновника и действия выпадкова его сустроить, например. Ну, али гэта сегодня не позволяет оперативным режиме отримливать комментарии, потому что для неких программ может быть, какие выходят с меньшей периодичностью, чем новины. А выходят сэгэта наступным чином. Можно скрытаться просто способом цитовання, покольки гэта не заборонено взять слово Лукашенки, дать его фото с дымок и процитовать, не даючи виды. Ци взять виды цитату з, например, той же белты, якая дазволяя выкрыстовывать свои виды материалы, ци сайта президента, президент Говбай, дазволяя таксама выкрыстовывать тоя виды, кое нам есть. Даючая спасылка натуральна на гэта. Вось такие способы. Само просто графичная цитовання, калі ведзяться про новины, то просто в новинах ставить графику. Іншых способов нема, абысті, тому што чиновники не хочуть сказать. А калі ты пачынаеш спробуваць, да их дымок чысь, у меня был просто маёй практицы выпадок, или я вельми хотел отримать другие комментарии. Я робил сюжет про опрацованный рынок, нешто такое. Мне потрібна была некая официйная позиция. Я пошёл в институт экономики, академия навук, мне отрималось пробиться до некого... А, его звали Солодов, никого не памятник прозвища, зараз он на повышение пошёл, тогда он был наместником. Ну и человек мне кажется, а что прозвища миграция, у меня такой проблемы в Беларуси, никто, до нас поляки проезжают прозвищать, но я записываю, думаю, нафига я потратил половы дни, ну так вот этот бред выслухать, зараз, я ж не могу, это можно дать это но не что отрималось из этого вытеснить, но те силы, которые были вытеканы на отримание этого комментара абсолютно не отповедали вынеку и такое часто вельми старается. Ну вот так, вот так, кали про это ведется. Спасибо за опыт, то есть здесь как раз баланс мнений, один из наверное пунктов это конечно не брать комментарии у псевдоэкспертов. Ну так, ну мне подавалось что человек не адекватный кали дай вышел, я не что подсчитал, но ну але конечно это великой проблемой потому что взять цитату Лукашенко из его сайта виды цитату збелты его это одно а кали ты робишь некую узкую тему это социалка некая до бетра бы не веду прийти до директора жеса и он тебе просто моля коментары его не процитуешь кали нема где взять эту цитату потому что никто этого не робил ну и гэта саправда вельми ускладняет и таму ну часам даводзется просто заплюшают на гэта воча но нема объектувной махчымасці отрымаць коментары другого боку и што с гэтом рабить ці не выпускаць на вину воголі ці выпускаць их а кали написать что был запрошанный коментар але адмовилися у кожной на вине гэта будзе просто гэта будзе показальна не ну веме худко надакушать гэта ну такую можна такі приемны такі баннер зробі ў кожной на вине гэта гэта будзе па трэ разы пращам зісті а я прошу тады перадаць микрофон Антону што новаць да гэта пункту гэта на самарыш завершайна паказывая што не мусець думаць пра праблемы журналістов ён пращав на сайт каб атрымаць інформацію каб прачтаць і давець тут ісё колькі гэта сашло ў журналіста колькі гэта высіл каштавала што ён правёв паудні два дні ён правёв год каб атрымаць гэта два сказы ад нікарыш новаць не хвалю і не павінны хвалюаць гэта няша працца просто саправды ў калягу ціжайшу моваць ціжайшая Антон, але можна сказаць, што гэтым разі вы просто падстраваецеця паднастрой аудыторі а ле трошкі адходзіця ад стандартаў професіі не, я ну, скажу, зараз рады свабода гэта збольшага мы працюем як новиновы сайт і раней мы не давалі напрык няк новіны без ўласных каментару зараз прэтым, што інформація ну, вельмі каштоўна худкаць падаші гэтай інформація мы завешайна калі якбы ўна неконтраверсіна калі саправды ну, ўна не фэйковая і вельмі малавярагодна што патрабуе там пера паверкі ў неколькіх кранізах выходзіць навіна а ўжо за ёй выходзіць каментары з розных боков і гэта ўжо ну, якбы асобны мэтріалы але на сайці гэта выглядае сбалансавана табок ёсць краніцца так 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 і ну, ўне не пыдаецца што гэта саправды якбы правальна і можна там офіційна краніцца пазній дасть каментар але на дасть незалежная раней ёна будзе і ўсё ровну гэтых матеріалах ёсць гіперспасылкі адно на адно каментар ёсць ў Юлі просто мені здаецца вельмі так гэта каштоўна каментар што баланс не ў кожным асобна узятым артыкле а баланс цалкам на партале гэта важна було услышаць дзек і таксама мы зараз затронулі ў Юлі ёсць таксама тему оперативнасці таксама ёсць стандарт оперативнасці падачі матеріала і тут таксама так я зараз хвілінку Антон притягаем Юра я ба все ж такі вот напэвна заперечив спадару Менчонку ну просто сказав бы сваё так сказаць можу глицжа не таксаправды вельмі часто працтавнікі дзержавы розных взровняв адмавляюць стосці ступеню упартостю працтавнікам працтавнікам недзержавных смей белсатуху чай за все адмавляюць частей тут баю значна радзей часам таксама бывая але ну я думаю што не сувы мерна але вот меня больш зачепіла вот эта ваша репліка на тое што вам все такі адказаў чалавек причём адказаў чалавек якбы ну не бомж з вулиц адказаў працтавнік некага акадэмічнага а вот тут я ўже з вашым падыходам незгодным тем сэнсе што мавляў ён сказаў лухту ён сказаў видавочнае глупства это на мой погляд не ваша иш так сказаць в сэнсе корпарацей не наша справа есле это офишал перссан калі это працтавнік там я не ведаю улады акадэмічнага института то не наша справа вызначаць он мае рацію он не мае рацію он хлусець он кого-то зневажая это нас не тычыцца сказал поставил кавычки поставил двукосе вот этот чалавек это сказал то твялося пра тое што гэта був аналитышны матеріал гэта був не новинова матеріал калі тое што ян сказаў калі гэта була некая информацийная нагода то канешне але гэта глупасть этого чалавека але навошта мне мне треба дать своему глядачу объективную информацию дайте ее што што поставники влада гаворы так гэта був не поставник влады гэта був поставник гэта не важна офицыйной навуки тому што ну якбы все таки функция журналиста это адлюстровывать а не якбы давать канчатковые адказы як яно якбы як яно на самой справе его адказ як оно на самой справе якбы это касается фактов які он сам назирая умовну кажучи миграцию это треба зводзить розных экспертов давать какие-то объективную информацию и в этом сэнсе я лечу меркавание я кажу самое дурное але процставника якбы академичного института вот я бы особисто дал не тому што я его подзеляю а тому што мой читач а он розный он не тольки там оппозицийный он не только так сказать хартыйный то сам по себе факт што вот скажем там процставник белса от эти свободы вот этому дурню но он дал ему он его якбы уважил я перапрошу это была цикавая байка и цикавая меркавание але разом с тым мне падаецца што мы сутыкнулись с тым што есть разные жанры и для разных жанров есть разные уластивости и может быть мы не до конца зразумели про што хотел сказать Алексей мне падаецца што говорка ишла то што ему треба было для материала на винового материала тримать комментар эксперта и он начал сомневаться ци гэта эксперт и гэта ёсь пытанне для журналістской супольности цалкам бо у нас доволі часто журналіст мусить принимать решение кого он лішить экспертом кого не лішить и по нейких вельми дивных часам характерыстыках бо вельми редко мы маем доступ до эксперту хто працюе на державу вы думаете для чего мы кредитовываемся в палату працтавняков для того каб слухать усе што там отбывается не зауседы гэта махчымы сустрыцца с чиновникам бо иначе мы не маем до его доступа и частка журналістов не слухая что отбывается в овальной зале частка журналістов ловит чиновников их специализация выловит чиновника и задать пытання гэта проблема доступа до информации але у нас еще есть проблема мы нарекаем экспертом человека який может быть и не з'является экспертом вот у американской журналисты гэта моцно поделяется той человек який з'является популярным комментатором мае одно значение а эксперт мае академичный некий статус ці мае признанная як эксперт як представник державанной институции ў Беларусі мы маем пераважна доступ до тых хто з'является популярным комментатором і доволі рэдка застракаемся махчымыстю взять коментары ў саправданных экспертов і гэта проблема дякую раз уж пошло про байки тогда тоже про экспертов продолжение павлюка краткую байку когда очень краткую байку очень краткую когда мне позвонили может дать комментарий очень кратко про подорожание проезда транспорта я говорю слушайте не проблема а я тут при чём а вы в фейсбуке про это хорошо написали так слово обозначение экспертов эксперт широкого профиля но основное я хотел бы сказать к слову о стандартах мы тут последние минут пять-десять перемываем косточки человеку его комментарию обсуждаем его экспертность если я правильно понял фамилию Сладовникова то он является на данный момент заведующим отделом комплексных проблем социально-экономического развития института экономики национальной академии наук так что в принципе конечно умную вечно сказали ерунду но с точки зрения любых формальных критериев он безусловно является экспертом тут не поспоришь хотя возможно сказал всё что угодно это уже другое дело чтобы завершить так что мой я просто засумневался у его компетентности потому что его слово просто суперэчили дать нам официйные статистики я имею я пропоную протягивать потому что час и где и вот собственно как бы переходим к поведению тут-бай тоже честно говоря некоторые вещи которые я здесь читаю меня удивляют то есть понятное дело что медиа защищает своих сотрудников понятное дело естественно да понятное дело что медиа не стремится сказать ребята мы крали новости у агентства да но самое главное из чего должно исходить медиа формулируя любую свою позицию любое сообщение это интересы аудитории ребятам мы доносим информацию до вас мы вам объясняем что происходит вы должны это понять здесь например если посмотреть заявление главного редактора от 16 августа это вроде как открытое письмо я читал его читал читал и не понял а нет открытое письмо это отдельно заявление это отдельно но опять же как бы в заявлении не дается достаточно бэкграунда не дается достаточно фактов не дается как бы позиции с которых с которых осуждают этих людей и только из одного места где вот там написано главный редактор тут бы и медиа признала что с ее ведомо на протяжении длительного времени сотрудники общества бла-бла-бла незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке и главный редактор пишет в моих показаниях не звучало выражение с ведомо только из этого можно понять опосредованно что она как бы признает что эти новости брали на самом деле с этого нужно было начать да мы брали новости да мы это признаем но не нужно нас обыскивать не нужно нас арестовывать мы понесем наказание в том объеме в котором это предусматривает закон но давайте еще посмотрим на закон насколько он чрезмерно жестокий в этом случае как бы кроме вот этих вот упоминаний между строк которые на самом деле довольно сложно разобрать и понять материалы тут-бай могут привести к мнению что на самом деле ничего не было что это выдуманная претензия что их прессуют что их репрессируют за ложным обвинением и это уже дезинформация своей аудитории ну тут уже мне сам бог велел дать комментарий конечно последняя часть это явная манипуляция то есть никто нигде никогда ни разу на тут-бай не дезинформировал аудиторию никто не заявил что объективная сторона полностью придумана следствием эти подозрения абсолютно беспочвенные и так далее да я где-то соглашусь сатаром что возможно простой читатель который немножко не в курсе вообще что такое белта как используются материалы белта как использовал тут-бай он не получил наверное достаточной информации как это можно было делать что происходило на самом деле но на это есть все-таки объективные причины потому что еще раз повторюсь во-первых очень важным является факт появлялись ли эти материалы на тут-бай после того как они были в открытом доступе белта или нет это огромный массив данных то есть вы представляете за два года только на тут-бай появилось 81 500 материалов всего да белта конечно значительно меньше но мы должны все это проверить прежде чем делать какие-то официальные заявления и этот мониторинг у нас идет и мы надеемся его закончить к концу этой недели но делать такие заявления не проверив все досконально мы не можем второй вопрос то что подозреваемых несколько человек у всех на самом деле очень разная ситуация и у всех разная позиция у каждого свой адвокат и комментировать за людей если они сами не хотят комментировать или считают не своевременным комментировать или боятся нарушить подписку которую действительно давали мы все включая меня да мы тоже считаем неправильным да комментарии будут но когда это расследование в том числе наша внутренняя проверка подойдет как к какому-то логическому концу когда эти факты можно будет раскрыть и достоверно поручиться что мы их проверили именно из того что никто из фигурантов не заявил что меня оболгали меня клеветали все предъявленные там подозрения пока даже не обвинения ложные в принципе из контекста уже понятно что о некой объективной стороне значит говорить можно и что фигуранты не отрицают факты предъявленные им другое дело квалификация другое дело наличие состава другое дело и так далее здесь я согласна что с точки зрения читателя с точки зрения пользователя интернет возможной информации вот по фабуле дела и по как бы вообще вот объяснялок таких вот недостаточно было наверное вот очень показательный пример что человек находясь в Украине он эту информацию недополучил нам-то кажется получая информацию со всех сторон и читая не только себя а там все-все-все-все другие что вещи очевидные что их комментировать не обязательно потому что всем и так все понятно но видимо информации не хватило на самом деле что касается объективной стороны там тоже была у нас статья за подписью Александра Зайца вот там по фактуре было гораздо богаче больше и упоминались и факты что да вот это там что-то было да вот как бы мы расцениваем это так-то и что да там звучало даже что мы не нашли пока ни одного материала который появился бы раньше Белта вот но тут я согласна что возможно этого должно было быть больше но в очень сложной ситуации мы находимся поскольку объективно подходить действительно сложно и пока и пока еще стадия расследования такая что сложно говорить будут ли эти заявления там истолкованы так этак мы даже видим на примере вот цитату привел из пресс-релиза СК на самом деле Атар что Марина Золотова нечто признала у Марины Золотовой были глаза по 7 копеек что ничего подобного она не признавала ну то есть тут всегда есть такая опасность что истолкована будет не так Я бы хотел маленькую реплику дадать до сказанного мы уже закранали ситуацию с тем что у намеды есть сюжеты которые описывают ту и иншую падею и эти сюжеты материалы связаны помеж собой и если один из этих материалов взять по особку то он часто бывает не утрым левые усе махчимые факты и не даем махчимысь увезти у контекст разом с тем вот калибра сучасное онлайн выданье то во всех выкористовывается принцип где подбирается с посылки на ту ж самую тему и мы можем вот как Людмила казала были инши публикации вот мне саправды больше спадабался фактичный материал зайца и меньше может быть али разом с тем материал який зараз обмерковывал Атар али были разные публикации кали казать про публикации який мы бачили у выданьях який Атар коментовал ранее то там мы бачили материалы только с одного боку переважно тут мы бачили материалы який давали больше меньше фактуру и бачили эмоциональные материалы правда треба зазначить что я не бачил материал який бы у своем выданне своего коллегу клеймили бы за что сте али ну было бы дзюна копья на изъявелись дзя так само юре будзе коментар коротко добавить мне кажется вот та ситуация которую писал Атар здесь мы сталкиваемся с тем что безусловно медиа придерживается разных стандартов в том как оно на своем сайте освещает информацию в целом безусловно с мандартом соответствую есть совершенно другая ситуация когда организация от своего имени или от имени своего руководителя на своем сайте делает заявление о чем-то касающемся этой самой организации и тут медиа оказывается в ситуации что у них нет какого-то отдельного корпоративного сайта не относящегося к сайту медиа и на мой взгляд просто такие материалы если они конечно не появляются в ежедневном порядке а являются исключением из правил по каким-то очень ярким случаям вот как этот безусловно их наверное не очень корректно рассматривать с точки зрения соответствия всем остальным стандартам это очевидно не та информационная повестка где медиа декларирует беспристрастность какую-то безусловно это и есть авторская позиция поэтому тут конечно немножко я бы в целом не рассматривал на соответствие стандартам это материал был и отбит так что это меркование головного редактора тому это было большим меркованием да то есть оно безусловно совершенно корректно помещено тут нет вопросов коллеги я хочу я по-перше скажу что я не юрист и я не могу сам давать юридичную оценку но я просто хочу поделиться с вами юридичной оценкой вельми компетентного я бы сказал незангажеванного человека якая меня вот особисто уразила и я ни от кого такой докладной оценки якую я вот зараз вам расповеду я не отремливаю это оценка от человека який пару годов тому судзил бы вот якраз юн бы этой справы и вел размовы идти про человека якого зовут Александр Сушко он еще пару годов тому изначально отповедный отдел следчика комитета по боротьбе с компьютерной злочинностью он ци год ци пару тому значит с этой посады сошел зараз он керуя филиалом российской фирмы которая занимается боротьбой с компьютерной злочинностью и вот он спочатку сказал в интервью Девбай вот а потом в интервью Радио Свобода я его попросил как бы удокладнить это так то по его словам ни Белопану ни Тутбаю не вменяется копиевание новинов Белта вменяется докладно то что написано у назве а минавито не санкционованный доступ я его испытал скажите ну а вот давайте мы уявим себе ситуацию мне кто-то дает ключи от чужой кватеры я в ее захожу я отчиняю кватеру захожу гляжу в окол я ее закрываю и ухожу это такое злочинство он сказал да это минавито тот артикул это минавито тот как бы то за что обвиновачивают Тутбай и за что обвиновачивают Белопан за сам факт он сказал парадокс что в этом для этого минавито для этого артикула для этого артикула он мне сказал не важна шкода в рамках этого артикула шкода предмет громадзянского иска Белта калихоча может предъявлять так сказать Тутбаю но это не криминально криминалом заявляется только вот этот вот этот пароль я еще расскажу я так сказать за что купил за то продал я ему задал пытание он не отказал посаду и он займает зараз вот такую два года тому он займал вот такую посаду сказать что он какой-то там аматор Тутбая что он адвокат Тутбая цибелопана ци уладов я не ведаю он профессионал так сказать он жмат года там працавал я думаю я думаю что як так сказать не бывая былых чекистов так не бывая былых следших так что в принципе ну это уже так сказать можете поглядеть интервьюзи мою на Радуе Свобода али вот мене по шчирости вот это уразило из этого выникает что все размовы про крадеж про шкоду это все громадзянская лирика мы можем это обмерковывать мы можем обмерковывать можно ли брать у белта заголовки можно ли менять к справе белта криминальной справе это не мая ни я ка до чинения просто просто ни я ка мы можем это обмерковывать так сказать в каком-то иншем порядку но справа только про доступ что в принципе написано в этом артекуле я прошу прокомментовать Людмилу есть реплика так само ну а я только хочу вернуть всех все-таки к сути потому что мы не дело белта тут обсуждаем но мы от этого не работали медиа слишком сложно уйти к сожалению да я очень коротко на самом деле я Александра Сушко тоже знаю даже лично и читала естественно его материалы по этому делу и встречалась с ним лично слушала его комментарии как бы в личной беседе значит первая поправочка что все-таки он бывший следователь и он ну да он да он рассматривает это дело в том числе с точки зрения своей сложившейся в его именно ведомстве профессии практики поэтому он говорит что да у нас всегда считалось что если с паролем входят то это нарушение системы защиты что с точки зрения лексического значения выражения нарушения системы защиты очень спорно и у экспертов юристов как бы именно теоретиков есть два различных мнения которые в различных комментариях Кука изложены значит поправочка касается собственно того что для этой статьи не важен вред как раз таки для состава 349 статьи для его первой части для первой части важен существенный вред для второй части важен либо предварительный сговор группы лиц либо там еще какой-то квалифицирующий признак я уже я не буду цитировать корыстная иная личная заинтересованность то есть тут про предварительный сговор группы лиц говорить не приходится про существенный вред тоже очень вряд ли хотя в общем-то для уголовного кодекса это очень размытое понятие что является существенным вредом почему он именно существенный вот и так далее вот ну то есть каждая часть этой статьи с точки зрения состава она многокомпонентная то есть объективной стороны что люди заходили как вот ну изменение сушко следует этого недостаточно нужны последствия нужно отношение к последствиям и какие-то в отдельных случаях квалифицирующие признаки типа по предварительному сговору группы лица вот то есть тут все очень сложно почему мы и говорим я как раз юрист я бы вот при такой фабуле дела при такой объективной стороне все-таки говорила о нарушении авторских прав да нарушения авторских прав на материалы тут не было во-первых потому что спорно что это вообще объекты авторского права во-вторых потому что распространения не было до появления на белте но есть база данных определенная компьютерная программа со своим функционалом если человек заходит не имея на это право пользуется объектом авторского права здесь можно говорить о нарушении авторского права но это совсем другой состав совсем другие последствия сток нужно в общем продолжать до 12 я сейчас просто волевым усилием как бы на эту тему прекращаю дальнейшее рассуждение хорошо я сейчас верну нас всех в тему журналистских стандартов что сказал Атар самое ключевое вот в последнем это было соблюдение интересов аудитории то что дает аудитории возможность доверять медиа которые читают и здесь точно так же как вы говорили сейчас о следователе у которого свой фокус уже своя картина мира точно то же самое как мне лично кажется происходит иногда и в медийном пространстве когда уже редакции журналисты почему-то думают что вот исходя из того что были какие-то до этого там 10 материалов на эту тему а вот в 11 ну не нужно бэкграунд давать потому что все уже прочитали 10 я же их прочитала отредактировал мои ребята написали это может быть там один человек это написал но мы должны исходить все-таки из интересов аудитории если человек впервые пришел на какой-нибудь ресурс и попал именно на эту тему и он не увидел то что в общем-то должен увидеть мы вернемся в тему стандарта можно я маленькую комментарий дам к этому вот как ни странно с этой задачей бэкграунда лучше всего справляются не те медиа которые производят оригинальные материалы потому что им действительно чаще всего кажется я 25 раз написал что я 26 раз должен повторять как попугай а агрегаторы вот не у всех но у некоторых агрегаторов есть очень четкое правило и они очень четко в каждом материале дают этот самый бэкграунд но это извините тоже не сможет вот получается что мы можем в онлайн изданиях считать даже те же активные ссылки на предыдущие материалы как некий бэкграунд боюсь предмет для особой дискуссии потому что кажется да с другой стороны очень мало кто реально перейдет по этим ссылкам и значит полной картины не получит и в этом смысле четко прописанный бэкграунд повторяющийся как делают повторюсь многие агрегаторы это мне кажется для онлайн медиа правильный ход я боюсь что сегодня мы тему стандартов не исчерпаем возможно мы медиаток продолжим но я предлагаю досмотреть все-таки досмотреть все-таки то что Атар нам предлагает невозможность найти в белорусских источниках новость или не знаю там какой-то аналитический текст в котором были поданы все стороны в этом случае обе стороны то есть журналисты которые которые пользовались этими новостями незаконно агентство которое их обвиняет ну и в принципе отдельной стороной третьей можно считать правоохранительные органы да чтобы все эти позиции были изложены там исчерпывающие не в смысле многословно а в смысле что из них понятно на какой позиции стоит каждая сторона эта сторона говорит у нас крали мы не хотим знать кто нам все равно пусть всех пусть всех накажет эта сторона говорит они крали нам не важно что они журналисты мы их накажем а эта сторона говорит что-то другое я уже не буду обобщать позицию обвиняемых подозреваемых журналистов потому что она действительно сложно формулируется я ее сам не понял до конца где-то ты читаешь что ничего страшного не произошло где-то ты читаешь что ничего вообще не произошло где-то ты читаешь иронию на тему того что Белта не настолько ценная чтобы ее красть а рядом в другом месте ты читаешь что а как же мы без Белты потому что она же единственный источник монополист новостей от власти кстати говоря я думаю что эта история очень хороший повод для вас для белорусских журналистов задуматься о том чтобы диверсифицировать источники да я слышал о том что у власти есть какой-то чуть ли не табу или бойкот за запрет на комментирование независимым медиа но я думаю что брать новости из государственного агентства на самом деле довольно опасно потому что оно довольно часто врет в любом случае я не говорю именно о Белта я говорю о любом агентстве которое находится под контролем власти любом медиа то есть позиция власти может быть нечестной неправдивой и нужно искать источники которые могут это подтвердить или опровергнуть а не просто брать эти новости с тем же заголовком другим заголовком не важно и доносить их до своей аудитории потому что не важно под каким соусом где дезинформирован читатель на самом деле то ли он дезинформирован под соусом почитайте новость агентства Белта то ли он дезинформирован под соусом почитайте как мы смеемся над новостью агентства Белта в любом случае если эта новость не полная если в ней нет точных цифр точных оценок нет необходимого бэкграунда если она не оперативная не свежая если речь идет о том что было не знаю там давно а вот сейчас решили об этом сообщить если в ней нет конкретных ссылок на источники если в ней нет всех необходимых фактов и бэкграундов и комментариев для того чтобы чтобы правильно ее понять и еще что очень важно для этих государственных медиа на самом деле я так почитал если комментарии не отделяются от фактов что очень часто бывает потому что мне кажется что советский стиль журналистики в котором комментарии в котором факты подменялись комментариями он присущ многим белорусским журналистам по крайней мере тем чьи материалы я читал в том числе из всех и из провластного и из оппозиционного лагеря и тех которые вроде как нейтральны поэтому если эти новости некачественные если они созданы без соблюдения стандартов то их не нужно публиковать их нужно проверять их нужно как бы пытаться пытаться подтвердить опровергнуть дополнить и в этом случае вы будете иметь свою новость вам не нужно как можно быстрее на 10 минут быстрее чем все остальные засунуть в ленту новостей новость от государства потому что с большой вероятностью государство вам врет вот это наверное самое главное что я хотел сказать извините если кого-то обидел пока мы диверсифицировали кстати источники информации после этих событий мы теперь больше берем пресс-службу президента чем белта диверсификация налицо антон ну на самом рэш у 90% выпадков напевно новины белта на ураці нехта берем вогулі скалегу потому что яны не актуальны яны не новины вогулі яны не цікавы это могут быть ну усёб тое что казал атар да таке было резюме такое наприканце вось ну и якбы ёська што у нас белта тем што там сапоруды з'являются новины и яны маюць до владов таки першы доступ ну нишога дредного от этого нема калі оно завжды бачна калі потребна проверка факту нормальная праца журналістов не брать тое что тебе вызывая не ставить одразу тое что тебе вызывая подозрэнні ну не толькі белты а ўвогы любой информации там напрыклад калі бул фэйк са смерцю Алексеевич многі пачылі я ставить вось мы згубіли трафік на тым што она памерла але мы дазвоніліся давідали што она живая і не схусили да і пасля да трамалі с пасылки на тое што она живая калі ну ся аккурат дзяжуру на навінах калі Александр Кулинкавиш з неї радзебылі памер мы усе ўжу ведалі обмерковалі напавна калі 10 хвіліна ва внутрні мэсэнджары ці ставіць і як пераправіріс і толькі калі мы адрымалі наў просто ве паттержні ад свайков мы тады гэтую навіну далі табыл хэта тако звичайне я таксама Паулюк ну я па перш хацел бы зауважыць такую рэч можна паспачуваць атару што ён трапіў сітуацію з такога выступа перад нами ў запісі бо ведаючы яго як експерта і ведаючы яго як журналіста я завочна ведаюча але ведаюча па фейсбуку і па відгуках маіх калегаў ўпэўніны што тут бы ён разгорнувся бы лепі і адрыгаваў бы на той што мы зверталі увагу ў гэтэ аудиторі а вось не шэ ў нас ёсць такая праблема мы пачулі банальныя правильныя рекамендація і вось банальныя рекамендація давылі часто ведзе за таго што іх не хочыцца ўспермаць мы это и так ведаем але тое што Атар гэта сказаў правильна добра іншыя пытання што вельмі складана ў нашых умовах гэтэ рекамендація выкрыстовыць і вось мы мусім як калега казаў звертаць увагу на тое што махчым быць фэйкем мы мусім их перевараць и так губляць на гэтэм нешта тут ёсць пэвная праблема але разам стым ў нас ёсць ішчэ большая праблема саміх пэсабе фэйкав ў нас ёсць праблема абмежаванінах доступа до інформація гэта не тычыцца конкретна справы белта гэта тычыцца ўогуле працы ў Беларусі і камусь ці гэта даецца горш камусь ці простей але мы сапрауды вельмі часта маем аднабаковы доступ до інформацій і гэта скажае картину і ў выніку мы можам адрымліваць те адвіновачыні які вось Атар нам казаў гэта праблема і просто врашэні ёе нема мы не можам вырастіць правильных експертов мы можам крыстацць тамі експертамі які ёсць мы не можам адрымаць доступ до чиновніков які ад нас утякаюць але мы спрабуем гэта робіць ну вот журналістыка як і палітыка напаўна эта справа махчымага я хаціла сказаць дабавіць што правильна репліка да это банальна это дзвітіць на банальна но лучше іще нічого не прідумали і это тот колективны разум каторый пришёл именно к этим формулировкам што дзвітіць што дзвітіць журналістіку професіональны што мешає манипуляціям с інформаціє это соблюдзені ціх стандартов Алексей ну ася я хацю сказаць што можа біць не зусім було слушна сё такі дискуссію пра журналісткі стандарты не кім чынам прывязуваць да справы белта так там вогалі тому што тема гэта вельми важна як важна тема ось того што адбуваецца па ўсюй гэтай справы белта але але треба разумець што гэта справа белта она была іниціяванная не тому што наші калегі дренная так і ці там што дренна працюєць на дворот хіба табу што працюєць не добре гэта було усе зроблено дзелі таго ка патрумаць дадаткові рычагі уплывав на журналістів на меде і гэта галовная а тое што нехта там пад некімі паролями кудысь ці заходзів гэта для мене сабіста гэта не змінила моєго ставлення до моїх калегів я не лишу што я не зрабіля нешта дрэбне у тым ліку гэта було зроблено для таго каб падарваць давіра дутары і можа быць таким чыном палепшись позіція дзержавных меде ў рейтингах і потім отсправздашацца перад Лукашэнкам што о да ну вот мы тут трошки лапші працаваць той за што ян критикаваў калі здымаў керавніства той же Белта і Белта ля Раде кампаніў той што яны проіграюць в інтернеці незалежным сродком масово інформація тому ну давайте далі размовляць пра не сьогодні можа быць ўже пойдзім але пра журналістські стандарты варта размовляць асабліва пішаць, што падзіленні ўсь гэтых стандарту это ну не варта тому што ўсё ж такі галонна это там нешта першымі написаць і зрабіць трафік і хайпануть на чымсці ось дзякуй вам за тое што дзякуй вам за новы термін які сьогодні прагучаў гэта медаі актывісты і я хацела б так сама сказаць што Юрій так, добра мы зараз все выскажымся я просто можа литеральна два слова скажу так сэть певным сэнсі полеміцц с атарам хаця для я думаю прысутных всі все это видавочна што калі казаць пра недзяржавныя СМІ і використання імі контэнта белта ну скажам так як нелегальна так і легальна я напыклад доволі не скажу што часто им корыстаюся зразуміло в адкрытам доступі але 90% гэтага контэнту это умовна кажучы выступы керавніков державного в першу чергу Александра Лукашэнкі там каких-то міністрів які адбываюцца якби для сваего пула до которого мы просто немаєм доступу а в белте ані ёсць это рознага кшталту кадровая празначэнні які так сама белта да е все ж таки першей гэта ну это фактична афіціоз ў нашых умовах этого немагчима атремаць ў іншым месцы і я ўпэлніны што 90% інформаціі із белты якую выкарыстовуюць іншы это вот такое і таму када атар так сказать габарыт о том што вы там глядзіць уважлива каб вас не падманулі каб не манулі шым што сказал Лукашэнка на ўрачыстам сходзе на 3-га ліпіні ну я думаю што хучэй заўсё не падмануть ну можэ будь там як мы ведаем бываэт і такоя але хучэй ў сэнсе умалчані што ян што сказал але якбы какой-то іншы з іншы габоку часам якбы сам по сабе факт з'явлення неважна правдзі в эти хлысліва інформація умовно кажуча каліна белта з'являец белтовскі коментар про тое што там агалтелые молодчики там вышли на площу то для нас важно не тое на кольке были агалтелы эти молодчики а для нас важно што на белте з'явился такий коментар а не по поводу какого-то іншого так сказать выпадку калінехта на улице вышел когда так царство ему небесное алея слепай помер і белта поведомила это то фактом была не смерть алеса ліпая про якою мы даведаліся інших местців але тое што белта про гэта поведомила про што яна не поведомляла про смерть ну може быть так сказать інших важных особок гэта калі такі такія рэчі тось я кажу тут заправді гэта не мав прадмі не знаєць що говорити Я очень коротко хочу сказать именно по теме сегодняшней дискуссии, что для нас эта ситуация была очень показательной, не только с точки зрения самой фабулы дела и как важно очень тщательно соблюдать законодательство даже в каких-то вещах, которые кажутся вроде бы несерьезными. Но с другой стороны, если учитывая всю ситуацию и фабулу, прослушивали достаточно долго, очевидно, до этого дела, как минимум нашего главного редактора и нашли только это, наверное, можно сказать, что та паранойя, которая существует где-то отчасти в нашей организации, она, наверное, дала свои плоды. Но очень показательной эта ситуация стала именно с точки зрения журналистских стандартов, как правильно освещать уголовные дела, потому что когда ты побывал в шкуре подозреваемого с этой стороны, вот то, что ты говорил годами, что нужно соблюдать презумпцию невиновности, что если подозрение, то это подозрение, если задержание, это задержание, если обвинение, это обвинение в том-то, а профессор такой-то брал взятки, это уже, ребята, после приговора. И вот такие вещи, как публикация телефонных переговоров, конституционная телефонных переговоров, имеет ли право медиа публиковать телефонные переговоры, если следствие их дает очень разное мнение, с моей точки зрения нет, потому что это конституционное право. И да, они имеют право в порядке ОРД прослушивать, использовать для расследования и так далее, но публиковать для всеобщего сведения они не имеют права. И медиа не должны на это вестись. А ведь мы тоже так делали. Раньше, когда было дело Белого легиона, мы тоже это за БТ перепубликовывали. Имеет ли право медиа давать видео с обыска, который происходит дома в 6 утра, да, и люди там, мягко говоря, там в халатах, например, находятся, да, не является ли это вмешательством в частную жизнь. То есть вот все эти вещи, когда ты их прочувствовал на своей шкуре, ты начинаешь понимать, как важно соблюдать их по отношению к другим. Я бы хотел еще добавить в то, что, с одной стороны, я полностью согласен с тем, что говорил Юрий по поводу того, что, да, понятно, АТАР, видимо, не очень понимает, что мы берем с Белты. Но вспомнил случай, что, на самом деле, иногда софициальной информацией тоже надо быть осторожными, потому что, безусловно, да, Белты, по-моему, не замечены в фейках относительно кадровых назначений. Но не так давно, когда я готовил материал, как раз касающийся того, как работает власть по поводу техноназначений относительно телевидения и как при этом, что при этом говорил Лукашенко, столкнулся с тем, что, во-первых, слова президента на его сайте в Белте и на видео совершенно три разные вещи. И более того, когда эти видео в процессе начинают еще и редактироваться. И то, что я с утра ссылался на Белту, оказывается, к вечеру, там этого уже нет. И то же самое мы все особенно характерно замечаем, когда речь идет о посланиях, о разговорном обращении к парламенту, когда в прямом эфире ты можешь видеть гораздо шире, чем потом и на Белте, и даже в стенограмме на президентском сайте. Поэтому в каких-то чувствительных моментах даже информацию Белта, даже более чем официальную, которой у нас вроде бы обычно нет другого доступа, имеет смысл пытаться найти в другом. И тут же сюда же, наверное, эта история про завод в Орше, когда даже у разных государственных телеканалов в разных выпусках новостей появлялись вот эти разные кадры. То есть насколько иногда даже официальное можно найти в разных версиях. Мне очень радостно видеть такой интерес вообще к теме журналистских стандартов. Юлия, пожалуйста. Я хотела бы отнестись к словам коллег, что да, дело Белта – это был очень непростой повод говорить о стандартах. Я согласна, Алексей. Спасибо, Люда, что это было непросто, может быть, даже не совсем правильно, но важно, потому что очень многие проблемы проявило. И поэтому мы на это решились, мы очень долго сомневались. А да или нет, ну, решили вот попробовать. Но я еще благодарна Алексею за вот эту реплику, очень, мне кажется, верную, что значимость для нас, для медиа этих стандартов сегодня вот в этих изменениях пространства, медийное медиа-потребление, в том числе появление медиа-активистов, она очень сильно возрастает. И я тут просто воспользуюсь рекламной паузой. Извините меня за это. Но пресс-клуб, поскольку стандарты – это одна из наших важнейших, из трех наших миссий, то мы с этого года начинаем очень непростую работу. Мы попытаемся делать мониторинг исполнения журналистских стандартов, попытаемся это делать и для телевидения, и для интернет-медиа, попытаемся взять самые разные доли, государственные, негосударственные, общенациональные, региональные. Вы сами скоро все увидите. Это очень будет непростая работа. Мы предполагаем, что много, наверное, услышим от коллег в наш адрес. Мы просим вас на самом деле быть, с нами взаимодействовать, откликаться, давать нам фидбэк, потому что задача наша на самом деле – это не кого-то уличить, а задача наша, чтобы мы, как медиа-сообщество, пришли к какой-то саморегуляции, рефлексии, чтобы сознательно понимали, осознавали эти стандарты, исполняли их и так далее. В общем, мы просим быть к нам открыты. Может быть, можно озвучить какое-то приблизительное время, когда у нас пройдет какая-то презентация, как это будет происходить? Наверное, в декабре, да? Если я правильно помню, то примерно в декабре мы обязательно сделаем презентацию, мы позовем все медиа, в том числе, которые попадают и станут предметами этого мониторинга. Мы обязательно подробнейше расскажем о том, какая методология будет, предусмотрим механизм обратной связи, чтобы вы могли сразу реагировать, если мы где-то ошибемся, потому что у нас тоже будут делать люди, и они тоже склонны, тоже могут ошибаться. Но мне кажется, что это для сообщества важно, вот этот разговор, который мы начали, и который мы надеемся продолжать. Спасибо вам огромное. У меня еще два пункта, они очень короткие. Мы провели небольшой опрос на нашем сайте, и результаты этого опроса о соблюдении журналистских стандартов, он появится в конспекте этого медиатока. Поднимите руку, кому интересно будет почитать про это. Хорошо, мы систематизируем, к слову, вы можете зайти на ивент на нашем сайте и еще добавить ваши варианты ответов, мы все учтем. Чем больше ответов, тем яснее картина. Опросник мы разместим, он забавный и нескучный. Второй пункт, это вот сейчас просто интересно, насколько вам, присутствующим здесь, интересно продолжение дискуссии на тему стандартов. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто заинтересован? Я сегодня пригласила многих практикующих редакторов, журналистов с мыслью о том, что мы сегодня обсудим, есть ли какие-то внутри прописанные правила, стандарты, как они контролируются, как соблюдаются, что делать с теми, кто не соблюдает, есть ли возможность личная у журналиста... Я думаю, здорово, что у нас не получилось. Я думаю, что это просто предмет совершенно отдельного разговора. Важного, но отдельного. Да, я прошу микрофон. Я прошу прощения. Тут отрималось, что мы обмерковывали две разные речи. Одна речь стычалась, типа, рушались журналистские стандарты при доступе информации до стушки белта, и у всю эту справу, это одна речь. И мы долго разбирались, и простота хуже воровства, что тут был не крадёж, что тут были не авторские правы, что не было обвиноваченных, и так далее. Это одна справа. А другая справа, как это осветлялось. И мы разбирали и то, и другой, и в принципе у нас отрималась пауная каша, и это абсолютно чаканно, бо иначе из этой ситуации было складано выяснить. Але мы разобрались у двух этих речах, ну, у некой ступени разобрались, но пауна треба разбираться и далее. Мне подается, что это корыстно, але, ну, мы на пауна не сможем у некий момент поставить кропку, бо во всех этичных ситуациях нема однольковых таких вот отказов. Кожный разу зникает новый выклик и новая макчимость поглядеть на ситуацию, не к зыншого ракурсу. Ну, справа белта, это такая, вернее, паза широговая ситуация, и я думаю, большинство выбадков стандартов, по яких працуют журналисты, там, во всех выданиях, ну, они, как бы, не спрацовываются, то есть, потому что, ну, не подрыхтованы до такого кейса. Ну, а на самом раше, ну, про стандарты, это, ну, мне задается, такая мега-цикавая штука, и было б цикава журналистам на пауно-зарозных выданиях, там, ну, разом обмерклаць, и паслухаць, у кого, там, можно, в якем выглядзе, приховаць на працю, и, там, што, цепцы прописаны. Журналистка работа, стандарты, так. А я, есть выдания, які спрабывали для себе написать кодекс поводзенал, и этичных поводзенал, и гэтак далек, гэтак далек, и есть кодексы у белорусской социации журналистов, и есть у белорусской социации журналистов. Ну, гэта варта паглядзець, на кольки на практицы они выкрыстовуюцца. Пакуй, что я могу сочыць, переважно, за справоздачами этичной комиссии Бажа, там, саправды, бывают цікавые кейсы. Два слова. Зараз гэтак кодекс, ну, трэба пераглядаць, бо он, той, што існуе у Бажа, бо он адарваны от практики. То есть она вот, отделение фактов от мнения, это пугающая фраза. Мнения должны базироваться на фактах и опираться на них. Я понимаю, что здесь имеется в виду, но неудачно. У меня просьба, вот вместе сделать эту работу, переформатировать наш кодекс, может быть, даже назвать его иначе. Дело в том, что вообще юридически мы не можем на него ссылаться. Можем ссылаться только на декларацию профессиональной этики. Она тоже существует, это входит, как бы, ну, в устав организации. А кодекс – это, ну, вот есть такая задача и мысль – этот кодекс переработать и в качестве рекомендации редакциям для принятия. Поможете? Все, будем состроиться. Спасибо. Отлично. Ну, вот один из результатов сегодняшнего вечера. Намереннее пока, но все равно хорошо. Спасибо всем. Большое спасибо, что вы этим вечером оторвались от важных дел и пришли уже 15 минут десятого. А можно провести короткий опрос? Скажите, а было бы кому-то удобнее для таких тем встречаться в рабочее время или нет? Если да, поднимите, пожалуйста, руку. Ясно. Ничего нового. Мы продолжаем встречаться в 19 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok